Здравствуйте дорогие мои, с вами Пептар И сегодня я буду рассказывать вам про игру Cliff Empire И я бы, честно говоря, никогда не стал вам рассказывать про эту игру По ряду причин Если бы её не заказал один из подписчиков на Патреоне Займбис, привет тебе Потому что это очень сложно Я на самом деле перезаписываю уже третий раз Я написал сценарий, потом я его стёр Я понял, что я не прав Это ужасно, это очень морально мучительно Я скажу сразу, что я хотел её обосрать Но в процессе подготовки Я сейчас думаю, что да, надо это, наверное, учитывать Я узнал, что эту игру делало всего лишь два человека Причём, кстати говоря, они русскоговорящие Муж и жена Кажется, дело в основном муж Жена помогала с графикой То есть муж там, он давал парочку интервью с блогерами Он общался И это невероятная работа для двух человека Тем более, кажется, в основном для одного Это просто потрясающая игра, если исходить из этого Но я же должен рассказывать о своих впечатлениях об этой игре, правильно? По идее так Кроме того, у этой игры огромное количество положительных отзывов в стиме Ну, это часто бывает, что стим ошибается на самом деле И среди вот этих вот положительных отзывов в стиме Есть те отзывы от тех людей Которые говорят объективно не объективные вещи И они не правы Но есть и те, и в основном это люди, проведшие в игре Там типа 50 плюс часов Которые рассказывают что-то интересное Причем настолько интересное Да, я в ней не очень много играл Я смотрел геймплей Я пытался найти, кстати говоря, на ютубе Те вещи, о которых рассказывают люди, которые играли 50 плюс часов Их нет Они рассказывают про то, что там будут лунные базы Ну, неважно Давайте начнем Все-таки я сначала попытаюсь распутать этот клубок И рассказать вам о том, что же такое Cliff Empire И что же мне в ней не понравилось Тут должна быть какая-то вставочка Типа, ту-ду-ду, Cliff Empire Но ее не будет Я буду просто дальше говорить Вы начинаете играть на скале Плоской скале Человечество пережило апокалипсис Снизу радиоактивный туман Сверху плоские скалы И надо на них выживать Типа там все человечество улетело в космос Оно приземляется на эти плоские скалы Которые успело отстроить И начинает там заново строить свою земную жизнь Потрясающую Что это за бредовый сюжет Я вообще не знаю Но в принципе, конечно, сюжет и логика его в компьютерных играх Это вообще не самое главное, что может быть Хотя это все еще очень странно Кому когда-нибудь из вас хотелось Вот вы хотите там зомби поубивать, да? Кто-то хочет поубивать зомби Кто-то хочет выращивать пшеничку Как я Я обожаю экономические стратегии Кто-то хочет строить космическую базу Но кому когда хотелось строить на плоской скале город Маленькое ограниченное пространство И все У вас будет три, кстати, этих скалы Это одна из основных фишек игры Вы можете строить сразу на всех У них ресурсы Вообще ничего у них общего нет По-моему, только технологии, наверное Какие-то управленческие решения А так это абсолютно независимые три, ну как бы, города Которые изначально пустые И вот вы сажаете на эту скалу склад На этот склад выгружаются ваши стартовые ресурсы И вы начинаете радостно развиваться Изначально В 2018 году я видел Что эти скалы поделены на разные прямоугольники Квадратики И в зависимости от Вам приходилось заниматься менеджментом свободного места То есть вы хотите построить большое поле Это можно сделать только на большом квадратике Для этого вы должны подумать Как у вас будут другие большие здания размещены Часть больших зданий других Должна была быть бы размещена на другой скале Потому что, ну, тут просто ограниченное количество квадратиков Извините, вам или пшеницу, или Мосгорсуд Там, извините, там обычный суд Обычный, там не Мосгорсуд Вот Я даже не верен, кстати, что он на большой квадратик строится Ну, в общем, вы поняли И потом вы должны были устраивать обмен вот между этими скалами Но теперь И разработчик, кстати, в интервью говорил Что это такое Его там спрашивали А не стоит ли эту фигню убрать с разными квадратами Это типа неудобно Он сказал, что это очень хорошее решение Которое делает геймплей интереснее Я думаю, какой молодец разработчик А потом я начал играть в эту игру сам И такой типа А где мои квадратики, которые я ждал И это, в принципе, была своя какая-то фишка у этой игры Вот этот вот менеджмент Которое бы Вокруг которой все строилось Из-за которой вам нужно было бы напрягаться Развивать параллельно разные скалы Их просто нету, этих квадратов Их убрали И получается, что вы, в принципе, можете построить свою колонию На каждом отдельном клифе И вам не нужны другие клифы Не нужна вот эта вот тройка Нету этой связи Вы можете, в принципе Ну, то есть, конечно, если вы будете строить и там И там, или там Параллельно друг за другом развивать города Рано или поздно у вас возникнет, в принципе, необходимость Или как минимум желание связать эти города Об этом еще будет отдельная глава моей истории О связи между этими городами В общем, у вас появится такое желание И, в принципе, они у вас все-таки начнут взаимодействовать Просто потому, что так удобней Но как раз в процессе взаимодействия между городов Открывается самая, по-моему, ужасная фишка этой игры Это торговля Изначально в торговле нет ничего страшного Вы просто торгуете с орбитой У вас все хорошо Интересно, идет ли у меня запись Я забыл проверить Так вот, торгуете вы с орбитой У вас все хорошо И вы большой молодец А потом вы такие, типа А как мне ресурсы из города в город? Ну, у меня вот есть там, да, два города Ну, это, как я не знаю Можно сравнить с куполами в Surviving Mars, например Кто играл в Surviving Mars, знает Вам машинками можно возить Еще, по-моему, как-то передавать ресурсы между куполами А, там дроны могут таскать эти ресурсы Но здесь не так И как же происходит товарообмен? Естественно, при помощи торговли Что? Да, и разработчик сказал, что это Та фишка, которую он давно хотел реализовать Чтобы один игрок управлял несколькими абсолютно независимыми городами Друг от друга, со своей экономикой и так далее И устраивал между ними торговлю Но это же полный бред Это же ваши города одного человека Это все равно, что устраивать какие-то госзакупки Где вы отдаете право строить детскую площадку своей жене Я не знаю Или представьте, у вас есть девушка И вы по какой-то причине живете Используя схему раздельного бюджета Ну не повезло, ну что поделаешь Бывает всякое, понимаю И вы приготовили себе пельмешки Но тут абсолютно ужасная вещь стала вам очевидна У вас нету сметанки Дорогая, не дашь свою сметану мне к пельмешкам? А то у меня закончилось Конечно, тебе сколько точно надо? Да я не знаю, пару ложек Примерно Ага Да, все, спасибо Все Стой, хватит Да, стоп! Ты хочешь отменить поставки сметаны? Да Да, все Достаточно Прости просто На ложку уже загрузилась С тебя 115 рублей В смысле? Мы же вместе живем И типа пара Просто всегда мечтала о семье С внутренними товароденежными отношениями Ничего личного Дорогой У меня кончилась сметана Твой рейтинг минус 20 Я от тебя ухожу Че, б***ь? И именно так все устроено в Cliff Empire То есть, во-первых, вы не выбираете цены По которым покупаете или продаете Сами у себя товары Это даже не вы и девушка Вы один человек как бы Вы сами с собой торгуете Типа Эй Правая рука На, я продаю тебе телефон Нет, мне не нужен телефон На, я продал его тебе все равно Давай деньги Но я не хотела телефон Деньги А то я надаю себе по морде Как? То есть вы Допустим, вашему острову нужна пшеничка Да, у вас ее не хватает Вы решаете купить ее Не на Орпите А решаете погемороиться И купить на соседнем острове То есть перевести с одного острова На другую пшеницу И вы ставите, типа Перевозить пшеницу Но на другом острове Пшеница кончается Потому что Никак нельзя настроить Чтобы вы перевозили пшеницу Только пока на острове Какое-то ограниченное количество пшеницы Вы можете На том острове На котором много пшеницы Начать продавать пшеницу И выставить там настройку Типа Не продавать Больше 20 На складе все время Оставлять 20 пшеницы Но тогда вы возьмете И всю пшеницу перегрузите на тот остров И у него кончатся деньги То есть там нельзя нормально Настроить взаимоотношения, торговлю Между городами, не говоря о том, что это в принципе Бред, перевозить ресурсы Между своими Городами при помощи Торговли, в общем я очень сильно От этой темы горю, я немножко успокоился И сейчас постараюсь рассказать о других Моментах, менеджмент свободного Места, в отзывах Игроки пишут о том, что Вот, круто, я сначала все построил, а потом Там, меня начали атаковать Или потом оказалось, что нужно строить мост И вот мне уже надо все снова перестраивать Ура! Нет, не ура Это сломанная игровая механика Она сломана просто по той причине Что вы должны Планомерно развиваться, а когда вы поняли Что вы все нафейлили и вам теперь просто Переиграть проще, и потом вы переиграли И вообще с этой проблемой не столкнулись Просто потому, что вы знаете ее существование Это плохо, это сломано То есть, допустим, чтобы построить мост Вам надо, чтобы этот мост Он фиксированной длины И там, по сути, есть типа 6 где-то точек В которых можно разместить мост Который соединит один остров и другой Вот То есть у вас на одном острове должны быть И точки свободны, а на другом Вот, вы там выбираете Если вы там построили какое-то другое строение К этому времени То вы в жопе Вам надо это все сносить И в этом нет абсолютно никакого Ну, это самый такой простой пример И в следующий раз, когда вы будете переигрывать Вы уже будете знать это И просто не сделаете такой ошибки И из-за мостов И из-за такой сломанной торговли Да, получается, что проще просто играть на одном клифе Смысл игры в том, чтобы постоянно подсовывать вам челленджи А не в том, чтобы вам было проще играть Если вы ничего не делаете Это вообще, вообще в корне неверно Теперь про отзывы чуваков, которые играли много 50 часов и так далее Они рассказывают, что вы можете потом Развившись как-то Завладеть вот той космической базой С которой вам все и присылают С которой вы торгуете На которой живет основная часть человечества Потом вы можете начать строительство на Луне Так получилось, что да Для того, чтобы это стало доступным Нужно играть, я так понял, около 50 часов И я подумал, ладно, ничего страшного Сейчас я посмотрю видео на Ютубе Как люди другие это делают Но видео на Ютубе нету Об этом, я искал на русском языке Я искал на английском Просто я не нашел ни лунной базы Ни какой-то вот связи с этой космической станцией Как она там устроена В принципе понятно, что люди, которые записывают видео Как и я Они просто понимают, что игра сломана И что можно, если ты хочешь чего-то конкретного От экономической стратегии Можно выбрать что-то другое Есть Surviving Mars Есть Banishet Не знаю, почему я привожу его Скорее всего, по той причине, что И в Banishet можно достаточно долго зависать И в Cliff Empire можно, на самом деле, достаточно долго зависать Но они такие одноразовые Да, в принципе, как и Surviving Mars То есть ты научился делать все Ты научился вот это все взаимодействие настраивать И у тебя все хорошо Но дело еще в том, кстати говоря В Cliff Empire Что научиться и понять вообще Что как устроено достаточно сложно Потому что там тупо мало статистики То есть там, допустим, есть статистика Экономики вашего поселения Такой график И он не нажимается, ничего Вы не можете посмотреть, на что у вас Сколько денег уходит Я хейтил Tropica За то, что там мало статистики Мне нравятся игры Tropica Нравятся Я их не сильно хейчу Но статистики там объективно Кто играет, сам играл в Tropica Со мной согласится Мало Вы не можете посмотреть все, что угодно Там сколько, типа Где машинки ездят, допустим Почему они не успевают Еще что-то вот такую всякую инфу И это минус А в Cliff Empire Там просто график По нему даже нажать нельзя И ты такой Ну, у меня стало сначала больше денег Потом меньше Потом опять больше А сейчас вообще мало Почему? Не знаю Пойду тыкать по всем торговым порталам Где я там нажал Чтобы слишком много покупать Или продавать пшеницу Что у меня с этим островом случилось Вообще непонятно Где-то я нафакапил Кроме того Из-за этих же проблем со статистикой Непонятно Например Вот как мне Кто мне? Разработчики, конечно, будут смотреть это видео Извините Я, правда, я его перезаписывал Потому что я сначала написал ужасно токсичный сценарий Сейчас я опять ужасно токсичный Простите Вы Эта игра не достойна того, чтобы вы хейтите Я повторюсь Но У меня на острове больше людей, чем рабочих мест На горе У меня на второй горе И на третьей горе Больше людей, чем рабочих мест Почему? Кто мне объяснит? Почему здание не заполнено максимум рабочими? Я не знаю Может быть там есть дети Может быть там есть разные типы инженеров И некоторые инженеры не могут работать в некоторых зданиях Хотя у меня все здания были недозаполнены По крайней мере, по которым я кликал Но как мне без какой-либо сраной статистики Понять, что, мать его, происходит вообще? И ты начинаешь в одно тыкает Ты понимаешь, что там плохо сделана торговля Ты понимаешь, что тут неинтересно Вот эта вот тема с тем, что вроде как пространство ограничено Но на самом деле, если ты просто не переборщишь совсем То каждый клиф вообще может развиваться независимо друг от друга И у тебя снова все хорошо Ну там, когда начинаются стихийные бедствия, конечно, клифами можно друг другу помогать И вроде как вот тут они становятся оправданными Но лично я-то к этому времени уже совсем хотел очень сильно выключить эту игру Потому что в ней просто нету смысла Потому что какая бы механика урезанная и криво сделанная, на мой взгляд, из этой игры вам не нравилась Вы можете просто взять и представить себе другую такую игру Например, атаки какие-то вражеские Ну, я не знаю, The Abelions, The RimWorld Там эскалирование более ожидаемое и логичное И нету такого, что это просто произошло Ты такой, я вообще не знал, что это случится В смысле, откуда я вообще знал, что этот эвент может быть? Ну, в RimWorld, конечно, есть такие моменты Но все равно там есть рейды, есть засухи, есть жара, да И вы, в принципе, этой херни ожидаете Она когда случается, вы можете, у вас есть время подстроиться А тут просто, если вы не знали, умрите Если вы знали, то вы, красавчик, у вас вообще нет никаких проблем Наверняка будут те, кто скажет, что, типа, Пептара, что за фигня, что за всратый обзор Почему ты не поиграл в игру достаточно, чтобы увидеть все ее игровые механики Да, я признаю Я не видел лунной базы, я даже не понимаю, как это работает Я не смог ее найти, я не играл 50 часов Но 50 часов это много И мы все-таки говорим об обзоре Обзор это, в любом случае, довольно субъективная штука То есть, вот отзывы у игры, например, положительные И я надеюсь, что я вам смог рассказать Те плюсы, которые есть у игры Но мне субъективно Я могу объяснить, почему, да Объективно, субъективно, короче Мне она не нравится, мне не нравится в нее играть Да, и, кстати, о плюсах я не сказал, что у игры достаточно Приятная графика Ну, вы это, в принципе, сами видели Я наверняка пока с вами беседовал, вставлял куски игры И она, конечно, многим не нравится В том числе и мне тоже Но это субъективная фигня То есть, вот визуальный стиль Мне не нравится Но я понимаю, что он стильный Он хорошо сделанный Хорошо сделанный стиль Интерфейс полное говно В плане красивости Интерфейс удобный То есть, ты такой А где? И, в принципе, тебе сразу понятно, что это есть Или что это вообще нет Как в случае с тем, где посмотреть Какие расходы, доходы Как вообще строится экономика Но там много таких вот статистических штук Ты не увидишь Не увидишь, где люди Почему, кстати, люди, когда прилетают Они просто стоят, потом просто исчезают Хотя изначально это были вообще 2D-модельки Так что их, в принципе, это делали Это неплохо Ну, то есть, понятно, что Чувствуется, что эту игру разрабатывает один человек И он не вытягивает в некоторых моментах Вот Banishet, например Который я привожу в пример В ней, в принципе, меньше всего Чем в Cliff Empire Но все это Там всего лишь пара производств Пара добычи Два типа домиков И все Там нет никаких улучшений Если мода не ставить И... Но она органично Она закончена И она великолепна в своей законченности Banishet А Cliff Empire Она такая типа О, вот это сделали Ну, ладно, я это брошу О, тут туризм, короче, еще какой-то Какой туризм? Зачем он нужен? От туризма зависит рейтинг Вашего города Типа, ну рейтинг вашего города И так всегда положительный Вам всегда будет хватать людей Которых вы будете заселять в ваш город Менеджмент людей тоже неинтересный Как и менеджмент всех ресурсов Они или есть, или их нету То есть Вы просто настраиваете, чтобы была динамика положительная Но у людей даже нет динамики То есть, если, допустим, в Страйвинг Марс в каком-то люди умирают То тут они не умирают, кажется По крайней мере, я не нашел тоже никакой статистики про это Вот, опять я ушел не в ту сторону Все механики, их много Они прикольные, но они недоделанные Но я даже не знаю Вот это тот случай, когда Early Access Вряд ли Срелизнувшись Если он релизнится Он, скорее всего, релизнится Они действительно очень много всего добавили Очень много всего переделали Это прикольно Много положительных отзывов Именно типа О, игра развивается Я играл, играл А тут еще такая штука появилась Вот это, да, классно Ну да Но если бы это все было органично Одинаково, постоянно, сложно Вот что было бы круто Вот тот же, опять, банишет Там есть, по сути, одна механика Которая вас напрягает всю игру Это количество людей Оно постоянно ограничено Там есть старики Там есть дети И вам нужно очень четко решать Что куда Чтобы ваше поселение развивалось Чтобы было место едать для новых людей И при этом Чтобы у вас были ресурсы И так далее И вас это преследует На протяжении всей игры Сити Скайлайн Вы, где-то, наверное, начиная с 20 тысяч людей У вас появятся проблемы с транспортом С логистикой И это будет преследовать вас На протяжении всей игры Это главная фишка Это прикольно Чем больше, тем больше проблем И так далее А здесь нет Здесь такой А, ну вот это надо так переделать В следующий раз переиграю Учту А, ну Окей, пофиг вообще Вот такой вот какой-то Не знаю Грустный обзор Я все-таки Типа, ну У покупателей CliffEmpire По идее обзоры должны заканчиваться Такой мыслью Она сейчас стоит То ли 250 То ли 360 рублей Стоит ли она своих денег Если вы любите Экономические стратегии И если вы Наверное, обладаете Доликой терпения Чтобы пережить Может быть Некоторые проблемы Типа Эй, почему у меня тут Перенаселенный остров А люди работают не все Какого хрена Если вот у вас От такого жопа Не сгорит сразу То вы В принципе Сможете потратить В этой игре время Если вы поиграли В Surviving Mars Banish Это City Skyline Не знаю Он тут конечно Не совсем В тему Еще про одну игру Я скоро запилю обзор В общем Если вы не знаете Чем занять себя Если вы не знаете Какую экономическую стратегию Потыкать То поиграйте В эту Она без сомнения Стоит своих денег Да и разработчиков Надо поддержать Потому что Блин Это невозможно просто Чтобы один человек Это сделал Но он сделал Ну или два там человека Это тот случай Когда я жалею не денег А я жалею времени Причем я его жалею Я бы ее дропнул там Спустя один час Но я в нее поиграл Часов шесть Десять Еще примерно Столько же Посмотрел видео И Я жалею о времени Я все смотрел И ждал Когда Я пойму Что тут Вообще сложного Ну то есть Я понимаю Что все Ладно Надо заканчивать Я уверен Что этот обзор Получился очень долгим Я Правда Я перезаписывал Несколько раз В итоге Я просто наговорил Крайне эмоционально Извините Я не хотел никого обидеть Не хотел обидеть разработчиков Не хотел обидеть тех Кому эта игра понравилась Но вот В итоге В итоге Все равно Получилось все плохо И еще кстати В процессе подготовки Видео про Cliff Empire У меня появилась идея Сделать Не знаю Будет ли правда там Cliff Empire В этой вот Рубрике На протяжении долгого времени Следить за пачкой игр Допустим за пятью играми Из раннего доступа Steam И смотреть как они меняются И как они развиваются Потому что Очень многие игры На мой взгляд Получают незаслуженно высокую оценку Просто за то Что они стильненькие И приятненькие А по факту Они плохие И они сломаны Я говорю вам Когда стримлю допустим Эти игры Я говорю Ребята посмотрите Это не исправить Это все Это гг Эта игра будет говном А мне говорят Ранни доступ Че ты ноешь Туда сюда А в итоге Она даже Или там не выходит Или я оказываюсь прав И в итоге она выходит И все такие Ну я ждал Что тут будет больше Но как бы Этого не происходит Вот Поэтому я хочу взять Разные игры Разной степени Зафейленности На мой взгляд Cliff Empire Далеко не худшая Из них Она одна из лучших Наверное И последить за ними На протяжении Долгого времени Вот Хотя возможно Как раз Cliff Empire Скоро выйдет Так что Следить за ней В рамках Этой рубрики Не получится Напишите Что вы об этом думаете Напишите Что вы думаете Об игре И сходя из того Что я рассказал И вы увидели Может быть Вы играли сами Большое вам спасибо За внимание Извините Если это было Слишком долгое видео Увидимся с вами Совсем скоро Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok